Страх и тревога. Эти чувства охватывают все большее количество людей. О том, как справиться в наши дни с нарастающей паникой, нам сегодня расскажет врач-психотерапевт Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, действительно, сейчас такая ситуация не только в стране, но и в мире, когда людей охватывает страх, тревога, они каждый день просыпаются и не знают, чего ждать. Как нам жить в этой ситуации? Ну, первое, что, наверное, стоит здесь сказать, что тревога – это некая естественная реакция человеческая. И очень часто люди реагируют тревогой на какие-то изменения, которые происходят в жизни. То есть, собственно, тревога – это реакция на изменения, на новизну. И это переживается как такое диффузное чувство, направленное в будущее, ожидание какой-то катастрофы. Это, собственно, определение тревоги. Как я уже сказал, это реакция на изменения. И чем внезапнее эти изменения произошли, чем выше значимость этих изменений для человека, тем выше уровень тревоги. Поэтому в нынешних обстоятельствах это чувство вполне как-то объяснимо, естественно. И есть разные способы, как совладать с тревогой. Они могут касаться и каких-то, собственно, индивидуальных рекомендаций. Ну, скажем так, самое распространенное – это восстановление дыхания. Кто-то предлагает специальные методики. Я чаще говорю о том, что достаточно, может быть, заметить просто то, что дыхание нарушено, и постараться восстановить его, сделать таким достаточным, комфортным. Нарушено – это когда мы слишком активно дышим или просто забываем дышать? Да, да. Именно вот скорее вот это, да. То, что перестаем дышать, условно говоря. Ну, понятно, что не совсем перестаем, но дыхание становится таким неглубоким, как бы сдержанным, урежается. И это связано, на самом деле, не только с мышцами диафрагмы, скажем, а это нередко связано с общим таким оцепенением в организме. Поэтому второй момент – это важно быть, ну, как психологи говорят, в контакте с телом своим. Поэтому очень важно осознать, что сейчас я такой оцепеневший, постараться, ну, может быть, какую-то небольшую активность проявлять, там, удобнее сесть, потянуться, может быть, что-то вот, почувствовать свое тело. Чтобы понимать, насколько это нормальная реакция организма, вы, как психотерапевт, испытываете тревогу сейчас? Конечно, да. Если человек не испытывает тревогу, это нормально? Или, может быть, у него какие-то отклонения? Ну, здесь нет, чтобы говорить, это нормально или это патологично. Это может быть нормальным, если действительно, ну, я чувствую себя вполне как-то застрахованным от тех рисков, которые сейчас происходят, и, как мы уже предварительно с вами обсуждали, что это действительно может даже иметь какое-то любопытство, потому что новизна, другая сторона, такая, может быть, позитивная, это действительно интерес и любопытство в этой тревоге. И поэтому одна из тоже рекомендаций, ну, она звучит таким образом, говорят, да, будь над схваткой, смотри как бы со стороны. Другое дело, что в той ситуации, в которой мы сейчас оказались, это, ну, так просто не сработает, потому что большинство людей так или иначе, ну, это касается, то, что сейчас происходит, затрагивает их интересы, какие-то их потребности. Вот. Второй момент, действительно, когда это может указывать на некое нарушение, мне придется такой термин сейчас произнести, это такое явление лекситимии, неспособность осознавать свои собственные чувства, когда чувство не переживается как, ну, в данном случае мы говорим про тревогу, а может переживаться в виде телесных, физических симптомов, в виде каких-то проявлений на уровне поведения, но человек не способен или совсем, или там, по большей части дать отчет о том, с каким чувством это все связано. То есть, правильно я понимаю, что тревога, в общем-то, в этой ситуации может быть у всех, но проявления ее могут быть разными, да, кто-то, у кого-то может быть истерика, у кого-то может быть какая-то другая реакция, у кого-то полное закрытие и нежелание контактировать, да, то есть, это все абсолютно нормальные реакции на то, что происходит. Слово «нормальное» я здесь не знаю, насколько, да, в каком-то слове, я бы лучше говорил о «естественном». Потому что это естественные какие-то проявления, да, они действительно очень разные, и очень много факторов в основе лежит вот этого разнообразия. Это может быть и мой привычный способ что-то переживать, ну, тревогу или какие-то другие отрицательные, или наоборот, может быть, положительные эмоции. Насколько я готов показывать свои чувства окружающим, насколько значимо для меня то, что происходит. Так и второй важный момент, какие конкретно потребности мои сейчас в этой ситуации затронуты. В чем, собственно, риск для меня? Вот второй момент, который тоже определяет вот то, как люди переживают. Здесь вот есть такое немного противоречие, что вот этот информационный шум, да, и переизбыток информации, он также порождает и информационный вакуум. Казалось бы, у нас очень много информации, но мы не знаем, где информация точная, правдивая, чему верить и на что полагаться. А что вы посоветуете людям? Вот я сама захожу в соцсети, да, каждое утро я просыпаюсь и думаю, так, а что сегодня? Что нам сегодня день готовят? И как только начинали стать, я понимаю, что слишком этого много, я просто закрываю, потому что я понимаю, что, ну, это слишком для меня. Я пойду лучше попью чай, я не знаю, там, чем-то позанимаюсь. А в целом, как вот правильно себя вести, особенно тем людям, которые очень тяжело реагируют на новости? Не заходить в соцсети? Сложно давать, знаете, какую-то универсальную рекомендацию, одну на всех. Я, то, что вы сказали, то первое, на что я здесь обращаю внимание, как я понимаю ваш вопрос, речь как бы идет про скорость и количество информации. Очень много информации, которая очень быстро меняется, и наши возможности психически не всегда… Не успеваем адаптироваться. Да, мы не успеваем к ней адаптироваться, просто осознать важность, значимость этой информации. Ее много, и понять какие-то приоритеты, у нас на это не остается времени. И, как в начале нашей беседы, я сказал, что как раз любая новизна – это тоже стимул к тревоге. Так или иначе, ну, какая-то может быть в нормативной тревоге, но в нынешних условиях любая нормативная тревога очень легко переходит в патологическую. И, возвращаясь к вашему вопросу, пытаться поспеть за этой информацией, как раз пытаясь поспеть, человек действительно начинает судорожно просматривать ленты новостей, соцсети. Это первый момент, то, что пытается быстро, как бы хочет быстро все понять. То есть, знаете, если проводить некую метафору, то что-то проглотить, не проживав как следует. И потом это, соответственно, хуже переваривается. Ну, это такая метафора. Но психическая жизнь, она во многом очень действительно сильна. Но это очень понятно, доступно. Да, напоминает. И второй момент, и это тоже очень естественная реакция, вообще, как бы, вот, наверное, на любую тревогу, по крайней мере, то, что часто очень встречается, это желание побыстрее, чтобы это все прошло. Быстро хочется пробежать. И это тоже вот может проявляться в том, что я быстро-быстро хочу найти новость, которая будет какой-то хорошей. Вот. И вы, в принципе, уже, наверное, во многом сами ответили на вопрос свой, да, что с этим делать. Вот очень важно себя знать вот такого, что я сейчас тороплюсь, что я хочу, чтобы это быстро все произошло. И скорее все-таки признать, что похоже, что быстро не пройдет. Что какие-то качественные изменения, очень серьезные, произошедшие, это займет какое-то время, и надо в этом осваиваться, как-то принимать эту реальность. И, наверное, да, может быть, где-то иногда говорить себе, такую какую-то директиву к самому себе обращать, что, ну, допустим, не начинать день с просмотра новостей. Все-таки, может быть, да? Отложить телефон в сторону. Будильник прозвенел, мы встали и занимаемся своими делами личными. Я вот как раз скачал буквально вчера приложение, которое в качестве будильника, ну, включает какую-то музыку, допустим. Потому что первая мысль, конечно, что сейчас происходит, какая обстановка, а вдруг уже все закончилось. И очень, конечно, большая надежда, что так оно и есть. Но потом, естественно, каждый раз разочаровываешься, и это усиливает тревогу, в свою очередь. А сейчас, кстати, вот появилась куча всевозможных гаджетов, да, умные часы. И как раз умные часы нас, честно говоря, я вот сейчас недавно анализировала, что последние их обновления как будто бы готовили нас к этим событиям. Потому что помимо того, что там раньше было дыхание, то есть напоминали часы о том, что время подышать. Теперь появилось время для того, чтобы спросить себя, как дела. Просто осознать, где вы сейчас, чем вы занимаетесь, подумать. Это же тоже помогает снимать тревогу. То есть гаджеты сейчас полезны. Вы знаете, это вообще очень хороший навык. Вот такой психогенический навык, понимаете, в таком смысле. То есть вообще хорошо делать паузы, потому что даже до начала военных событий этих мы жили в очень быстром темпе. И у нас... Даже появился такой термин, я читала, инфожирение. То есть так много информации, что люди пухнут от этого. Не встречал, но да, похоже, что... Какую-то правду он... Несет в себе. Несет, да. Но пока вот такое. Правильно ли я понимаю, дышать? Использовать ли нам какие-то медикаменты или травяные сборы? У нас же как принято? Еще там с советских времен, там чуть что, мы выхватаемся за валерьяночку. Ну, знаете, есть, конечно, какие-то препараты с определенной эффективностью и с минимальной опасностью, токсичностью. Ну, скажем, препараты валерьяно. Ну, в любом случае, это медицинский препарат. И человек может начать его принимать, но, скажем, для него недостаточно эффективно, недостаточно он сильный. И это особенно то, что касается психоэмоциональных каких-то состояний. И тогда некое такое разочарование, как бы дискредитация происходит вот для человека используя медикаментов. То есть я это подвожу к очень простой мысли, что эти вопросы все-таки желательно советоваться со специалистами на этот счет. Ну, хотя бы, может быть, с врачом, даже если это не обязательно врач-психиатр, но хорошо, если это врач-невролог или даже участковый терапевт, хотя бы, да. А что еще? Вот какие есть возможности у человека в нашем мире успокоиться? Ну... Ведь сейчас и проблемы со сном появились. Это все следствие вот этого возбуждения, чаще всего тревожного, конечно же, возбуждения. И, ну, у кого-то это проявляется в виде бессонницы, у другого в виде каких-то других расстройств, там, пищевого поведения, аддикций различных. И тут список очень большой может быть. На мой взгляд, вот здесь, ну, я бы два момента обозначил важных. Я произносил такие слова, как нормативная тревога и патологическая. Нормативная тревога, она, как правило, даже некое санирующее такое выражение, ну, вот адаптационный смысл несет в себе, вот, другими словами. Помогает человеку справиться с этой ситуацией, проделать какую-то внутреннюю работу, чтобы, ну, признать ситуацию таковой и, вот, освоиться в ней каким-то образом. Патологическая тревога, она уже дезадаптивна. И главная мысль, которую я здесь хочу отразить, патологическая тревога, она, по большей части, обусловлена уже нашим, скорее, ну, как бы это сказать, внутренней какой-то психологической работой. Другими словами, некими фантазиями нашими насчет того, что происходит. Действительно, если вы обращали внимание, сейчас самые разные средства массовой информации с разными точками зрения говорят о том, что будьте критичны к той информации, которая поступает из разных источников, блогов, значит, государственных, негосударственных источников. Надо эту информацию все-таки, ну, не сомневаться, знаете, вот, подвергать какому-то сомнению. Но сомнения для нас очень тяжело выдерживаются. Хочется ясности, хочется понятности. И это, скорее, вот такая защитная уже функция. Мы начинаем додумывать. В силу своего опыта, в силу своих особенностей мышления, представления об окружающей жизни, о себе, мы достраиваем это в своих фантазиях, но это не помогает нам удовлетворить потребность безопасности, а скорее поддерживает механизмы сохранения этой тревоги. И очень важно, ну, это просто знать. И очень тогда, и постараться останавливать вот каким-то внутренним таким усилием вот этот процесс фантазирования. Знаете, очень давно эту, ну, это, вот, психологи эту фразу, наверное, в большинстве стуем прекрасно знают. Она очень простая, но в ней, правда, очень большой смысл. Эта фраза звучит следующим образом. Сейчас это так. Это та реальность, в которой мы оказались. И идея в том, чтобы выйти как бы из зоны фантазии и контактировать с реальностью. Причем наше тело – это тоже наша реальность. Когда я говорил о том, что какая-то хотя бы минимальная активность, там, восстановление дыхания, обращение к себе с вопросом, ну, что еще, вот, что бы я хочу, может быть, там… Я читала где-то рекомендации, что можно поставить, например, три будильника на день, да, утром, днем и вечером, и в этот будильник он будет как бы напоминать, что нужно подышать, нужно спросить себя, а как дела, что я ощущаю. Да, современные технологии, они прямо призывают нас к тому, что будут разные таймеры там устанавливать и так далее. Пожалуйста, если это для вас удобно, то можно так. Может быть, просто какая-то внутренняя тренировка, и я замечаю, когда… научиться замечать себе какой-то, ну, условно говоря, критический уровень напряжения. Когда я перехожу из зоны, которую я выдерживаю, в ту зону, когда уже запускается какая-то… Как бы это критическая масса, которая дальше ведет вот к тому, что уже такое лавинообразное нарастание чувства идет, тревоги, там, какого-то возбуждения такого. Вот в интернете, простите, я изучала, да, вопрос, и видела, что статистика говорит о том, что когда началась пандемия, спрос на услуги психотерапевтов, психологов вырос. Вот как вы считаете, эта ситуация сейчас породит новую волну? Она во многом аналогична. Другое дело, что сейчас, как вы обратили внимание, про пандемию разговоров стало значительно меньше. И еще люди шутят, говорят, ну, а 2020 был не такой уж и плохой. Да, да, вот именно о чем речь, что возраст… Потому что значимость стала выше. Значит, вирусная инфекция, новая коронавирусная инфекция, особенно за два года пандемии, ну, все-таки мы научились с этим как-то справляться. И меры профилактики, и методы лечения… Это что-то, что нам уже более или менее понятно. И это тот фактор, который помогает справляться с тревогой. Я имею в виду этот фактор, называется способность контролировать ситуацию. То есть мы научились ее контролировать, ну, в той или иной степени. А сейчас мы снова попали в ситуацию, где угроза быстрее возникает, потому что от бомбы мы погибнем быстрее, чем от коронавирусной инфекции. Смерть наступит быстрее. Ну, наша безопасность фрустрируется гораздо с большей скоростью. Правильно я понимаю, что под всем этим лежит страх смерти? Ну, вы знаете, тревога – это реакция, это фрустрированная потребность безопасности. Это реакция на нарушение моей безопасности. То есть моему существованию, или физическому, или психическому привычному складу моего «я», когда возникает угроза. Но, естественно, физическая безопасность более значима, чем психическая. Потому что, опять же, угроза здоровью, и она ведет, ну, возникает риск, собственно, смерти. Поэтому, так или иначе, да, мы придем туда. Подытоживая разговор, что мы можем сказать вот тем зрителям, которые посмотрят это видео, да, через телевизор, через YouTube, через другие средства, что мы им скажем, как все-таки нам справляться? Первое, все-таки, то, о чем я, вот эта часть была нашей беседы, про то, что постараться выходить из вот этой зоны фантазии, все-таки контактировать с реальностью. Но есть еще один момент, про который мы совсем не говорили, но, на мой взгляд, он очень-очень сильно сейчас поддерживает вот эту общую такую невротизацию в обществе. Мы столкнулись с тем, что уже произошла очень сильная поляризация в обществе. Появились те, кто за, и те, кто против. И вот в этом я вижу очень большую опасность. То есть черное и белое? Черное и белое, да. Либо мы вот эти правы, те, кто за войну, либо правы те, кто, значит, против нее. Здесь включаются очень такие закономерные механизмы психологические, когда мы пытаемся себе объяснить поведение другого. И мы тогда, либо, да, однозначно относим его в полюс каких-то людей, преступников, бандитов, либо наоборот, да, говорим, что ты ничего не понимаешь, ты зомбированный. Навешиваем какие-то ярлыки самые различные там, ну, уж мы их так или иначе слышим, потом произнесут там бандеровцы, ватники и так далее. Это тоже такие способы объяснения себе, какой для меня другой человек, который на самом деле, здесь речь идет про то, что про отличие нас друг от друга. И это вот второй фактор, о котором я хотел бы сказать, что другой момент – это реакция на отличие других. То есть война, военные действия происходят в другой стране, а мы реагируем тоже здесь очень сильно за счет того, что произошла вот эта поляризация, и мы очень отчетливо видим отличия друг от друга. И с этим сложно справляться. И если я навешаю на другого ярлык, я могу теперь с ним не общаться. Все, чего с ним разговаривать как бы. Вот как раз я бы хотел сказать о том, что избегать вот этих вещей. Если вы можете позволить себе, но все-таки разговаривать, почему ты так считаешь. Не надо соглашаться, если это противоречит вашим убеждениям. Просто интересоваться. Да, здесь важно испытывать любопытство, может быть. Не игнорировать. Да, вот именно, это то самое слово. То есть когда я навешиваю ярлык, я игнорирую другого на самом деле. Я не даю ему права быть таким, какой он. И второй момент. Это очень сложный процесс. Поэтому, может быть, знаете, мы можем создать для себя, постараться создать какую-то экологическую среду, в которой нам будет легче. Психоэкологическую. Да, именно, конечно. Возможно найти людей, которые не станут меня критиковать, давать мне оценку. И все-таки делиться своими переживаниями. Знаете, вот эта такая уже в шутку переведенная фраза, давай об этом поговорим, это очень важный на самом деле процесс. Наверное, поэтому в соцсетях так много людей, которые сейчас высказывают мнение. Те, кто обычно даже никак не проявлял себя, сейчас каждый выходит и делает пост, снимает какие-то сторисы, рассказывает о своих чувствах. И в целом получается, что это и неплохо совершенно. Для психического здоровья. Ну, вы знаете, разговаривать всегда лучше, чем конфликтовать. Понимаете? То есть лучше спорить. Вот спорить можно. Спор – это какое-то нормативное проявление какой-то конфронтации может быть. А конфликт – это уже что-то разрушительное, то, в чем есть деструктивность какая-то. И, наверное, вот лично моя тревога больше про то, что происходит сейчас здесь у нас, про то, что происходит такая вот какая-то очень полярность, вот это неприятие точек зрения противоположных. Хотя удивительно, ведь все больше и больше мы обсуждаем то, что мы все разные, нужно принимать друг друга такими, какие мы есть, и тем не менее общество разделяется на два лагеря. Ну, к сожалению, да. Принимать – это очень сложная работа. Мы не принимаем, потому что у нас очень много сопротивления возникает. Мы ведь и самих себя порой не принимаем. Я не могу себе позволить признать, что да, это тоже так, потому что это будет менять и мою картину мира, а я как-то уже себя идентифицирую совершенно в другом формате каком-то. Конечно, это ведет к тому, что я должен тогда поменяться. А у нас это, знаете, это так тоже психика устроена, она старается экономить ресурсы, энергию, а изменения – это очень энергозатратное дело, поэтому психика останавливает это в нас. Вот тут есть такой момент. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Надеюсь, что этот разговор поможет людям, и люди сделают какие-то выводы. Очень бы хотелось. И станут здоровее. Дай бог. Ну что ж, это был телепроект «Хабаровск. Здорово». Если вы пропустили эфир, то видео сможете всегда посмотреть на нашем YouTube-канале телеканала «Хабаровск». С вами был Сергей Кузнецов, врач-психотерапевт, и я – Олеся Куприна. До свидания.